Сначала я буду делать и вот такое соцветие. Для этого мне необходим розовый бисер, зеленый бисер, нитки коричневого цвета и проволока 0,4 мм. Я уже набрала на проволоку бисер розового цвета и приступаю к плетению. Необходимо отмерить 2 см бисера. Это примерно 12 бисерин. И делаю петлю на 4 оборота. Хвостик оставляю примерно 5-6 см. Опять отмерила 2 см бисера, не доходя примерно 0,5-0,6 мм. Делаю вторую петлю. Также на 4 оборота. И третья петля точно так же, не доходя 0,5-0,6 мм. Получается вот такая заготовка. Соединяю. Получается вот такая заготовка. И таких заготовок на одно соцветие надо сделать 10 штук. Далее я беру нитки. Нитки обычные коричневого цвета, швейные. Сейчас буду собирать соцветия. На расстоянии где-то 0,5-0,6 мм. Начинаю с двух сторон приматывать по заготовке. По одной. Спустилась еще на 0,5 см. И уже вот они, заготовки две. Теперь буду вот с этой стороны присоединять. Сбоку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Набираю 3 бисерины Плести буду острый верх, круглый низ Плетение все идет в одной плоскости Проволока ставится под углом 45 градусов Внизу оборот, проволока под углом 90 градусов И так необходимо сплести 3 дуги 3 пары дуг Получается вот такой листик Далее буду делать веточку Беру 3 листика Нитки коричневого цвета Обмотала примерно на 1 см И через полсантиметра присоединяю 3 листик Музыка Музыка Получается вот такая ветка Далее соединяю один листик отдельно, сама веточка соцветия и ветка зеленая. Сначала присоединяю один листик отдельно, не прямо под самой заготовкой, а где-то отступив чуть меньше одного сантиметра. Обмотала примерно один сантиметр. Собирать веточку, никаких дополнительных стержней не надо, прямо на нее. Обмотала примерно на один сантиметр и прикладываю следующий листик лицевой стороной внутрь, изнаночную наружу. И еще раз обмотка один сантиметр. И вообще между всеми листиками будет обмотка в один сантиметр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Веточек я сделала 30 штук. Я беру проволоку 1,5 мм сечения, длина 35 см. И сейчас буду собирать веточку. Витку буду собирать с двумя соцветиями двойными и с двумя листиками. Приматывать я буду уже не нитками, а флористической лентой коричневого цвета. Приматывать я буду еще раз. Субтитры подогнал «Симон» Следующая ветка будет с тремя такими соцветиями и с тремя веточками листьев Субтитры подогнал «Симон» 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 Тройных веточек я сделала 3 штуки Двойных веточек сделала 6 штук И одинарных веточек сделала 4 штуки И у меня осталась еще вот такая маленькая одна веточка Во время сборки я ее куда-нибудь пристрою Беру две тройные веточки и буду соединять их между собой Вот так Чтобы они примерно были вот эти верхние части на одном уровне Получается вот так Расстояние от вот этих последних веточек 3 см у меня вот здесь Далее беру две вот такие двойные ветки И буду соединять их к этой ветке Приматывать вот так, чуть-чуть спускаясь вниз С одной стороны и с противоположной стороны Сейчас присоединю одну покажу И затем вторую Присоединила третью ветку На 1 см она ниже Чем вот эти две ветки И вот это расстояние тоже 3 см И сейчас с этой стороны присоединю еще одну двойную И вот четвертая ветка Располагается она ниже третьей Тоже на 1 см И также вот эта часть 3 см Далее беру одну двойную веточку И одну одинарную И соединяю их вот так между собой Соединила я ее Вот такая ветка получается Таких веточек я сделала две штуки Далее беру вот эту большую ветку Которую уже делали Самую первую И сейчас к ней Вот это вперед Я для себя определила Вот эта ветка Она была примотана последней Она будет сзади находиться То есть вот эта спереди ветка И сейчас Одну двойную веточку Примотаю вот таким образом Чуть-чуть пониже Не даже не чуть-чуть пониже А чтобы была Шапочка Образовывалась Вот получается Примотаю ее С левой стороны Примотала я веточку Вот она Располагается она От последней вот этой ветки На два сантиметра ниже И вот эта часть Два с половиной сантиметра Вторую веточку Я буду располагать Чуть-чуть пониже Вот этой примотанной ветки Первой Сейчас примотаю Скажу на каком расстоянии Она располагается ниже Располагаться она будет Чуть спереди и справа В правую сторону Немного отходя Примотала я ветку Вот она располагается где Находится она Чуть ниже На один сантиметр Так же От этой ветки Даже не на один На пол сантиметра И вот эта часть Три сантиметра Вот это будет Одна часть куста Сейчас я ее откладываю Вот эту часть И буду собирать Вторую большую ветку Чтобы потом их Объединить вместе Сейчас беру Одну тройную веточку И две двойных ветки И двойные ветки Буду присоединять К тройной Чтобы они были Чуть пониже Чем основная Вот эта тройная веточка Вот с одной стороны И с другой стороны Рядышком Вот так Сейчас присоединю Сначала одну Скажу какое расстояние И затем вторую И соединила Эту ветку Двойную к тройной Получилось Здесь Два с половиной сантиметра Вот от последней веточки Вот этой И здесь Три сантиметра Сейчас вторую Двойную ветку Буду присоединять Вот так То есть она будет Немножко так же С правой стороны И чуть-чуть Вперед Смотреть Присоединила Вторую веточку На один сантиметр Она ниже Вот этой ветки Предыдущей И здесь Два сантиметра Теперь я буду Объединять Вот эту большую ветку Которая первоначально Первая часть Вот с этой Которую только что сделала Вот эту ветку Буду располагать Немного сзади Этого куста То есть Вот она располагаться будет Не знаю Понятно Нет Изначально Вот эта ветка Вот она самая большая Вот она как бы Спереди располагается Вот эта ветка Получилась Сзади Но с правой стороны Вот она Сейчас она еще тяжеловатая И потом Я немножко ее Вот сюда Расправлю Вот сейчас Она вот так Находится Здесь расстояние Вот это Три сантиметра Вот это Расстояние Пять сантиметров Сейчас из двух Одинарных веточек И одной вот этой маленькой Соберу одну ветку Вот эту маленькую веточку К одной из одинарных веток Вот таким образом Присоединяю И затем Соединяю их вместе Получилась вот такая ветка Она же веточка последняя Это дерево спереди Последняя ветка И вот сюда В свободное место Присоединю вот эту ветку И вот она Последняя ветка Располагается она рядом Вот с этой большой веткой Здесь они совсем рядышком Вот здесь 4 сантиметра Вот это Вот это расстояние От последних веток 12 сантиметров Я уже загнула внизу проволоку Лишнее отрезала И буду сажать Вот в такую бонсайницу Ну или подставку Приготовила алебастр Строительный И холодную воду Сейчас холодную воду Смешаю с алебастром Залью в подставку И посажу дерево Дерево посадила Теперь надо либо подержать Чтобы прихватился Алебастр Или на что-нибудь облокотить И оставляю сушиться на сутки Вот так дерево выглядит После посадки Сейчас я буду укреплять Веточки и сам ствол Для этого вам не нужен Гипсовый бинт Я уже порезала его кусочками И холодная вода Обматывать буду вот эту часть Веток Вот этих нижних всех веток И сам ствол Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я полностью покрыла гипсовым бинтом Сам ствол и основание веток Подставку я пока не трогаю Когда она высохнет Я ее протрю влажной салфеткой И оставляю сушиться на сутки Гипсовый бинт полностью высох Я буду готовить смесь для формирования ствола дерева Для этого мне нужна шпатлевка Финишная, сухая На гипсовой основе Вода В воде я уже развела Столовую ложку клея ПВА Воды примерно 150 мл Также мне нужна кисточка Холодная вода И салфетка Салфетка нужна для того Чтобы лишнюю смесь с кисточки удалять Когда это необходимо И сейчас буду замешивать смесь Взяла форму любую Начинаю я замешивать Всегда с 2 чайных ложек И воды надо добавлять понемногу Замешивать буду до консистенции густой сметаны Перемешала до консистенции густой сметаны Смесь не течет Начала покрывать дерево Не с самого верха Не с самого А где-то вот С середины вот этой верхней ветки Вот она И потихоньку спускаюсь вниз Полностью ветки не прокрашиваю Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Покрыла ствол дерева смесью и оставляю сушиться на сутки. Ствол дерева полностью высох. И сейчас немного наждачной бумагой пройду по стволу дерева. Совсем немного прошла по стволу дерева наждачной бумагой. И сейчас вот эти все белые части на подставке подкрашу коричневым цветом. Потом уже буду красить сам ствол. Взяла обычные акриловые краски коричневого и черного цветов. И сейчас буду их смешивать. Примерно вот такой пропорции коричневой краски намного больше, чем черной. Сейчас я размешаю и этим цветом покрою ствол дерева. Получается вот такой цвет, темно-шоколадный. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Прошла томно-коричневой окраской по всему стволу дерева И черной краской покрыла внутри подставку. Сейчас возьму обычную акриловую краску коричневого цвета, уже без добавления темного. И пройду ею также по стволу дерева, но уже не так плотно. Музыка Упрыла весь ствол светло-коричневой краской, не плотно и оставляю сушиться до полного высыхания. Беру белую краску акриловую, кисточка с жесткой щетиной, обязательно сухая, и салфетка, салфетка или туалетная бумага. Окунаю кисточку в белую краску и очень хорошо промакиваю ее по салфетку. И так прохожу по стволу дерева. Полностью покрыла ствол дерева. И осталось украсить подставку. Для декорирования мне нужны опилки, клей ПВА и черная акриловая краска. Сейчас черную акриловую краску сначала смешаю с клеем ПВА хорошо, а потом залью полностью опилки и перемешаю. Случается вот такая субстанция, очень похожая на землю. Украсила подставку землей, точнее не совсем землей, а имитацией земли. И сверху немного мухом. Дерево готово. Субтитры создавал DimaTorzok